Мои дорогие, собрание становится необычным, когда Господь своим Словом наш Дух в движение приводит. Ну, можно спросить в этот вечер, Господи, у Тебя ко мне Слово есть? Я хочу понять. Я хочу сегодня услышать и понять, что Ты мне скажешь. Но если есть такое желание, поговорите с Господом, а я Библию открою. Евангелие от Марка, 9 глава. Я буду читать только два стиха. 9 глава, 33-34 стих. Пришел Капернаум, и когда был в доме, спросил их, о чем дорогой вы разговаривали между собою? Они молчали, потому что дорогою рассуждали между собою, кто больше. Вы знаете, оставив девять учеников у подножья горы, взяв с собой только троих, Петра, Якова и Иоанна, учитель начал медленно подниматься с ними в гору. Скорее всего, это была гора Фавор. И те, кто остался внизу, и те, кто пошли с учителем в гору наверх, понимали, что это не для вечерней прогулки направились они. Они о чем-то говорили дорогой. Всей картины, что произойдет на этой горе, мы не знаем, потому что их застала ночь, и ученики заснут там на горе. Я думаю, что проснулись от яркого света. Написано, что лицо учителя их сияло, как солнце. Представляете, зрелище, они придут, такой страх от того, что увидят. Лицо учителя, оно сияло, как солнце. Его одежды были настолько белоснежны, такой белизны человек на земле не может сделать. Два представителя потустороннего мира, Илья и Моисей, беседовали со Христом, вдохновляя его на крестный подвиг. Написано, они говорили об исходе его в Иерусалиме. Беседа уже заканчивалась, и Петр, Иоанн и Яков поняли, что, в общем-то, уходят они, Моисей и Илья. И вдруг Петр, он был в страхе, он даже не знал, что говорит. Он говорит, наставник, задержи их, пусть они останутся, нам есть о чем поговорить. И мы сейчас как-то организуем тут, быстренько соберем ветки, сделаем три шалаша, и хорошо же будет нам. Не знал, что говорил. Вдруг облако, белое облако, осеняющее написано, оно покроет их, как туман. И из облака будет голос Бога, Отца. Видимо, даст знать и понять, что Он присутствовал тоже на беседе. И голос был, это мы сейчас уже привыкли к этой истории, и трудно нам это все понять и представить, но они упали в страхе на землю, голос прозвучал. Это сын мой любимый. В нем моя радость. Его слушайте. Они еще будут лежать на земле, когда учитель скажет, вставайте, они поднимутся уже, в общем-то, была вокруг темнота, ночь, никого не было. Когда на следующий день они спускались с горы, и учитель их предупредит, скажет, помните, никому не рассказывайте, то, что видели и то, что слышали, никому не рассказывайте. Когда спустились с горы, там девять остались учеников, и там народ был в эту историю, знаете, лицо учителя, оно, вообще его поведение было обычным. Когда Моисей разговаривал с Богом на горе Синай, то от общения с Богом его лицо сияло лучами. Люди, когда Моисей спустился, они были в таком страхе, они боялись подойти к Моисею. От того знамения, которое было на лице Моисея, настолько сияние пугало людей. А вот наш Господь спустился с горы, и, в общем-то, после этой встречи был, просто обычно вел себя. Но я так думаю, мои дорогие лица учеников сияли загадочно. Почему и возник вопрос, дорогой за кого, кто из них старше, кто больше, кому больше уважения и почести, это дорогой они шли в Капернаул. Их лица, я так представляю, они говорили, что нам есть что сказать, но не можем. Что мы видели, а что мы слышали, но рассказать не можем. Думаю, ну, это мои мысли, что именно это породило разговор между ними. Они старались говорить негромко, потому что не слышал учитель. Он шел с народом, разговаривал. Они думали, что он не слышит. Они говорили, за кого, кто из них старше, кто из них в почете должен быть, кто из них больше заслуживает уважения. Когда пришли они в город Капернаул и зашли в дом, то наедине, когда Христос вдруг спросит, они не ожидали. Христос вдруг спросит, скажите о дороге, о чем вы говорили? Написано, что они молчали. Им неудобно было. Он скажет, что если вы ищете славы, если вы ищете почестей, то развернитесь, Царство Небесное в другой стороне. Это князья, цари этого мира ищут почести и славы. Законы Царства Небесного другие со всем, кто хочет быть большим, меньшим будь. Служащий ближнему заслуживает награды неба и внимания. Помните, он не раз будет их учить, подавая пример. Ну, один из них снимет халат, хитон возьмет воду и полотенце и, знаете, вдруг наклонится и начнет кому-то первому из учеников мыть ноги. А потом аккуратно, бережно вытирать полотенцем. Потом другому. Мыть ноги – это была обязанность рабов или слух в зажиточных домах. А он это делал. Учитель. Их Господь. Симон Петр посмотрит и скажет, «Господи, тебе ли мыть ноги нам? Не дам». А Господь скажет, что поймете позже. Симон, ты поймешь позже. Ваше служение должно сопровождаться смирением и простотой. Слышите? Если хотим мы награду иметь и благословение от Господа, Христос говорит, придите ко мне и научитесь. Я кроток и смирен сердцем. Вот мы знаем эту истину, и как трудно, когда приходят испытания, когда вдруг обидят, когда унизят, да просто пройдут, не заметят, как трудно сдавать экзамен даже в малом. Но если мы хотим достигать духовных вершин, если мы хотим радовать небо, то Господь говорит, «Учитесь у меня, я кроток и смирен сердцем». Десятая глава. Следующая глава рассказывает о том, только им рассказал эту истину, когда в 10 главе мы читаем, Иоанн и Иаков ко Христу подходят и говорят, «Господи, вот пока мы еще здесь на земле живые, пока мы хотим уже как-то определиться в вечности. Так нам кажется, если ты посадишь меня по одну сторону на престоле, а брата по другую сторону, ну будет нормально, тут уже не будем тогда мы никак как-то суетиться, уже знаем, что мы там уже посажены по правую и по левую сторону». Послушайте. Когда 10 услышат это, они не скажут, «Господи, конечно, Иоанн и Иаков, это такие братья наши, они достойные, ну хорошо, их там посади по правую и по левую, и мы-то как-то у подножья престола как-то там поместимся». Помните? Написано, «Вознегодовали, обидно стало, а мы где сядем? А мы где?» И Христос опять преподает им урок, Он подзовет мальчика, малыша подзовет. Малыш подойдет и посмотрит на бородатых дядей, знаете как, снизу вверх. И Христос скажет, смотрите, в простоте ребенка гордости нет. Вот если не будете, не умолитесь, не станете маленькими, не станете такими доступными. Но не только о престоле, а вообще о Царстве Небесном речь будет идти. Я помню, был еще молодой, собрал лидеров молодежи на Кавказе. Ростовская церковь только что построила молитвенный дом, он тогда считался, ну, в общем-то, один из крупных, больших молитвенных домов в Ростове. Я собрал лидеров молодежи, и когда время пришло на собрание идти, на воскресенье, ну, выпал мне жребий распределить проповедников, и я просил первого брата, которому, ну, слово назначил, чтобы он говорил коротко, чтобы другие могли говорить, потому что со всего Кавказа лидеры собрались. И то, что говорил брат всего несколько, да, какой там несколько, по-моему, пару минут даже не говорил, а я запомнил. Сейчас расскажу. Он вышел в Ростовской церкви, молодой брат, я не помню, откуда он был, и прочитал вторую главу Исаии, пророка. «Грядет гнев Божий на все высокое и превознесенное, на кедры ливанские и на дубы васанские». Он сказал, «Братья, попадаем в траву, чтобы Божья косилка нас не коснулась». Мы знаем это. Мы хорошо знаем это, что Бог на стороне кротких и смиренных. «Научитесь от Меня, я кроток и смирен сердцем, вы найдете покой душам вашим. Вы будете иметь благословение». Ну, гости подъехали, я еще один пример проведу, и мы помолимся. Мое слово не ко всем. Если сегодня кто-то хочет слух помолиться, и может даже не вслух, и пожелаете вот эту истину, чтобы она в жизни заговорила, чтобы она в жизни применилась, чтобы когда придет испытание и искушение, чтобы вы экзамен сдали, и я тоже этого хочу. Иногда даже здесь, не выходя даже из дома молитвы, кто-то подойдет и как-то, может, что-то скажет плохое. И вот как будет радоваться небо, когда мы на зло злом не отвечаем. Когда мы на обиду отвечаем любовью. Это евангельское учение. Помните историю одной из Ветхого Завета, и мы помолимся. Мне она трогает всегда. Я ее люблю вспоминать. Но не оставляет меня она равнодушным, когда, знаете, Саул перестал Бога слушаться. Неповиновение, непослушание к Господу. И Бог убирает, отстраняет его. Он выбирает себе мужа по сердцу, молодого человека Давида, и Самуил помазывает Давида. Когда Саул узнал об этом, он увидел в Давиде соперника. Он увидел, что Бог на стороне Давида. Он хочет его убрать. И он преследует его. Не один год. Он его гоняет по всем этим лесам, по полям, по городам. Он ищет его убить. И вот донесли Саулу, что Давид в таком-то месте находится с людьми его. И он, помните, собирает отборное войско, 3000 человек, и преследует Давида, и загоняет его в горы. Давид поднимается с людьми выше и выше в горы, и Саул идет сзади, 3000 армия с ним. И казалось, ну уже дошел так высоко, там где серны ходят, казалось уже все, выхода нет. И понимал Давид, что выхода нет. И Саул понимал, не уйдет уже. Но там была пещера, загон для скота, высоко в горах. И Давид заходит туда с людьми своими. Войско подходит. Послушайте. Войско подходит, Саул заходит в пещеру. Давид подкрадывается к Саулу с острым ножом. Нож настолько острый, он не пилил халат, он просто отрезал край халата. Люди, которые были вместе там в пещере, дают знак Давиду, убивай, убивай. Бог привел врага твоего, который ищет души твоей, убивай его. Саул выйдет, и войско направится дальше, выше в горы, преследуя Давида якобы. И знаете, наверное, замерли друзья, когда Давид вдруг выходит. Он не убегает, войско пошло, и путь открыт вниз. Можно убегать вниз, с горы спускаться с людьми, и Давид живой, опять на свободе. Нисколько. Давид выходит, и вслед Саулу, который недалеко отъехал, вдруг закричит, «Отец мой!» Слышите? Саул не поверил. Саул повернулся, он увидел, что из пещеры, где он только что был, там смертельная опасность, там был Давид. И Давид говорит, тебя люди обманывают, я не ищу твоей смерти. Люди говорят тебе неправду, что я хочу тебя убить. Он показывает край халата и нож. Я мог это сделать. И вот послушайте то, что трогает меня. Давид падает на землю и говорит, «Зачем ты столько войска взял? Я блоха, муж по сердцу Божьему, любимец Израиля, полководец, лежал на земле и говорил, я мертвый пес». Саул посмотрел на лежащего на земле Давида и написано, его сердце гордое, самолюбивое, тронуто было, он заплакал. Он понял, непобедим. На земле лежащий Давид, непобедим. Он говорит, «Тебя посадит Бог на престоле». Мои дорогие, на престоле славы сядут те, кто побеждает, обиду побеждает, боль побеждает, унижение побеждает. Дай Господь эту милость. Господи, дай эту милость, когда придет искушение, может, сегодня, может, завтра, когда мне сделают больно, когда меня обидят. Я хочу порадовать Тебя, Господь. Я хочу Тебя порадовать. Я хочу сдать экзамен. Я хочу то, что сегодня вечером я услышал, я услышала. Я хочу, чтобы оно в моей жизни принесло плод, радуя Тебя. Аминь. Давайте помолимся. Отец наш Небесный, я благодарю Тебя, что Ты в дорогой мне церкви разрешил опять быть. Я благодарю Тебя, что Ты объединил нас, роднил Твоей кровью. мы стали одной семьей. Я благодарю Тебя за учение, которое Ты нам оставил, прекрасное учение. Ты оставил нам прекрасный след, чтобы мы по Твоим следам и шли. Господь, те, кто сейчас молится к Тебе, и я тоже хочу сдавать экзамены, когда будет больно и горько. Хочу учиться у Тебя кротости и смирению. Продолжай работу надо мной, и тот, кто сейчас молится и просит Тебя об этом же. Да принесет это слово, посеянное плод в моей жизни и в моих братьях и сестрах для славы Твоей и во имя Иисуса. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok